Итак, друзья, привет! Продолжаем цикл разборки топливных фильтров. И сегодня у нас в гостях фильтр HANKS H192 VX. Made in EURUSOUSE. Похож на оригинальный, но вскрытие сейчас все покажет. На какой машинке стоял? Стоял на машинке Ford Focus 1.8 TDCI 2003 года. Вот такой. В этой машине, с которой мы сняли, была стружка. Сейчас мы все снимем, разберем и увидим, что внутри этого фильтра. Итак, вскрываем картинку. Итак, друзья, вскрыли мы этот фильтр HANKS H192 VK. Что мы тут нашли? Как обычно, механизм закрывания обратки. с шариком. Резиночка, которая стоит вот тут вот так вот и прижимается. Вот здесь вот так вот она прижимается. Есть крышечка сама. Кстати, металл дебеленький здесь. Прокладочка, проставочка стоит. Вот такая. Вот такая. Достаточно качественный, тяжеленький. Это вот такая вот там. Видно, что долго не меняли. Видно, вода была. Есть ржавчина там внутри фильтра. Коричневая такая. А вот вода была. Видите, вот водичка. Коричневая. Водичка. Вот. И солярка такая, как ржавчина такая, как коричневая. Вот такой вот элемент фильтрующий. Видно часть, как я и говорю, что ржавчина. Видите, вот ржавчина. Вокруг. Видны также, как я и говорил, такие, как пупырышки в самом элементе. Видите? Пупырышки такие. Вот. В принципе, бумага хорошая. У нас подача солярки идет только отсюда. То есть, на вот эту вот красную, вот эту вот подачу, только отсюда идет подача. То есть, солярка поступает, заливается сюда, фильтруется через элементы, сюда проходит, сюда. Со всех сторон. И выливается, только отсюда подается на насос. Просто с этого отверстия. То есть, достаточно мощный фильтр. Бумага. Что мы, Володя? Разрежем ее? Что ты скажешь? Какие будут предложения? Вот видно, что фильтрующий элемент давай мы разрежем кусочек, отрежем, да или нет? Ну, давай, после паузы. Давайте. Три, четыре. Итак, друзья, разобрали мы, разрезали этот элемент. Он должен быть вот так вот, смотрите. Крас. суть в чем. Мы пришли к выводу такому. Очень хороший, в принципе, качественный, качественная бумага относительно. Вот так вот мы сейчас ее немножко распотрошим. Жестенький такой. Жестенькая бумага в этом Хэнксе. Вот такая. что мы с товарищем каждый раз что-то новое находишь в этих Делфи. Значит, смотрите. Принцип работы. Солярка поступает с бака. Вот стрелочка такая стоит. На. То есть, вот этот пипсик поступает сюда. Солярка проливается за вот это пространство и проходит сквозь фильтрующий элемент. Сквозь фильтрующий элемент. И уже очищенная подается вот отсюда. Вот так вот. Единственным отверстием на вот эту вот ярко-красную, темно-красную пипку на стрелочку на насос. Вот. Видите? Вот фильтры. Вот фильтры. Вот такая стрелочка. Видите? Вот фильтры. То есть, солярка только чисто. Соответственно, здесь прижимая, как я говорил, резиночка. Вот так вот конструкция становится. По поводу обратки. Тут стоит этот механизм. Вот так. Вот так он стоит. Вот этот механизм. Раз. И она стоит вот так вот. Вот так вот. Когда солярка, когда солярка еще холодная, она поступает по желтой. Через желтую этот шарик открыт. И солярка проливается в это опять пространство. И все ненужное, в том числе стружка, остается там за этим. Поэтому, когда мы откручиваем вот этот вот слив, мы там получаем воду, получаем стружку, мусор и так далее. Тут, как мы видим, в очищенном уже, когда очищенное подойдет, все чистое. Потому что, грязь не может податься, грязь не может податься через эту бумагу на насос. Но все же, в чем суть? Сама стружка в Common Rail Delphi подается от насоса напрямую на рампу. А из рампы уже раздается по форсункам. Если стружка угонит насос, он убивает сразу форсунки, а теперь за брат, как я говорил, просто сливается вот сюда вот солярка и стружка седает там внизу. Вот. Когда солярка нагревается, клапан перекрывает подачу. Перекрывает подачу. И магистраль начинает прямо идти на бак. То есть, шарик закрыл, и солярка проливается дальше на бак и греет солярочку в баке. Ой. Вот, в принципе, вот такой принцип работы системы Common Rail Delphi и же с ними подобные. Вот. Что можем сказать по этому фильтру? По поводу Хэнса H190VK топливного. Очень хорошая, качественная бумага. Достаточно плотный такой картон, можно сказать. Оно вот так подальше чуть его. Плотный картон. Достаточно такой, то есть, ты его не сломаешь, если захочешь. И хорошая компоновка, в принципе. Но, это не помогает, если насос Delphi начинает гнать стружку. Только замена насоса, либо замена ремкомплекта на рабочий насос Delphi. Вот, в принципе, все. Ну, все сказали, Олодь. Что-то, может, какие-то еще дополнения. Вроде бы, все. Вывод. Фильтр Хэнс исполнен в качественном исполнении. Бумага, металл, сама компоновка. Обратный механизм, как у нас, в принципе, качественный. Резинки все достаточно плотные. Ну, не лучше, опять-таки, скажу, что не лучше, чем фильтр Delphi. Но, я думаю, что он, как думаешь, он 2 микрона? Ну, на Delphi бумага другая. Там другая структура фильтрующая элемент. как больше, как на минвате. Тут более грубенькая. Здесь просто как картон. Я уже говорил, это такие пупырышки. Просто бумага. А там именно как минвата такой материал. опять не шурудел. Сейчас чуть посветлее сделаю. Вот так видите, лопырит. Слушай, а по сравнению с Purflux'ом как он? Purflux' чуть-чуть, думаю, даже будет ну, на одном уровне с Purflux'ом. Purflux, в принципе, и Hens они идентичны по качеству. Но они хорошие, из хороших фильтров. То есть, я рекомендую Hens для постановки на сучом, что не всегда можно идти Delphi, понимаете, в чем суть. Либо Delphi подделку. Вообще, я хотелось добавлю еще. Когда вы будете покупать фильтр, если здесь остренькие вот эти носики, видите, остренькие, можно брать его, можно брать, ставить. Когда вы только видите обрубленные носики, нужно задуматься, что это оригинал. Там есть разные форумы, можете почитать. И самое главное, когда дуешь вот сюда в обратку, когда фильтр ты купил новый, берешь в том, туда дуешь. Если не продувает, значит там клапан этот работает. Вот этот клапан с шариком. Он работает. Он сейчас закрытый. Он закрытый. Вот так вот. В принципе, все, ребят. Всем удачи. Если есть какие-то ошибки, кто знает другой принцип работы этих механизмов, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте либо лайк, либо лайк. Всем удачи, благословений, ни гвоздя, ни жезла, молитва перед дорогой, ребятки. Пока. С уважением. Пока-пока.